Здравствуйте, уважаемые зрители! С вами снова я, Артём Новожилов. И сегодня мы рассмотрим интересную новинку от компании Таком. Сборную модель французского лёгкого танка АМХ-13-75 с ракетными пусковыми СС-11. И по хорошей традиции, сперва-таки немного историй. 1946 год. Отгремела Вторая мировая война, и свободная Франция оказывается перед необходимостью заново создавать свои танковые войска. При этом, если нишу тяжёлых танков успешно занимали американские М-26, то десанту и иностранному легиону требовались лёгкие машины, которые можно было доставить на место с помощью авиации. Итогом стал заказ на создание нового лёгкого танка весом в 13 тонн. Создатели машины во многом вдохновлялись немецкой конструкторской мыслью. Так, орудие стало результатом глубокой переработки пушки танка «Пантера». А возможность авиатранспортировки во многом повторяет опыт эксплуатации немецких же лёгких танков. Через пять лет, в 1951 году, машина пошла в серию. Её особенностью стала, конечно же, оригинальная конструкция башни. Только такая конструкция могла сдержать мощную отдачу 75-мм орудия. Также оригинально французы решили и систему питания. Боекомплект орудия располагался в двух магазинах в задней части башни. Увы, повышенная скорострельность, достигнутая этим решением, вызвала другую проблему. После отстрелов всех 12 снарядов, необходимо было залежать в магазины вручную, находясь вне танка. Во время боя это смотрелось весьма героически, особенно учитывая броню танка, которая защищала лишь от пуль и осколков. С другой стороны, машина всё же была создана для десантных операций. Для действий там, где её не ждут. И для этих задач подходила превосходно, особенно с учётом модификаций. Тем не менее, боевой путь этой машины весьма обширен. С 50-го по 90-е годы, от Вьетнама и Кореи, до Ирака и Египта. Везде эти юркие машины с честью выполняли боевые задачи. Зачастую одерживая победы над более мощными и современными противниками. К тому же, своеобразным показателем может служить и тот факт, что эта машина находится в строю не только Франции, но и ряда других стран. Неплохо для ветерана, правда? Но вернёмся к модели. Упаковка выполнена в стандартном для фирмы таком варианте. Из тонкого картона с сильным глянцем. На передней стороне изображён танк в походном положении с установленными противотанковыми ракетами. Боковые торцы, как всегда, содержат ту же информацию. Поэтому, обратив внимание на две другие стороны, так, на верхнем торце мы можем увидеть содержимое набора. Ещё одна особенность фирмы таком, которая, если честно, подкупает. Ведь не всегда можно увидеть содержимое коробки до покупки. Впрочем, тогда зачем здесь я? Нижняя сторона отдана под информацию о вариантах окраски машины. И здесь мы видим только два из пяти предложенных вариантов. Также взгляд сразу цепляется за логотип рекомендуемых красок. Сразу понятно, с кем производитель дружит. Сняв крышку, мы видим содержимое набора. 11 пакетов с литниками и один общий пакет, в котором, кроме инструкции, находятся также листы с декалями и фототравления. Не буду шибко оригинальным и, как всегда, начну с инструкции. Итак, она выполнена в виде чёрно-белой брошюры формата А5. Как обычно, первая страница говорит нам, что ножами нужно резать аккуратно, что спички детям не игрушка, ну и так далее. Впрочем, запомнить символы, которые использует компания, будет полезно. Вторая страница, так же, как и всегда, отдана подробной росписи для нахождения деталей на литниках. Кстати, литников в наборе аж 28. Далее, на 14 страницах находится подробное описание процесса сборки. Стоит заметить один момент. Здесь иллюстрации сделаны не в виде чертежа, как на большинстве моделей других производителей, а скорее, как изображение компьютерной модели. На мой личный взгляд, это несколько удобнее. Теперь обратимся к брошюре с вариантами окраски. Их в наборе аж 5 штук. По два варианта для французской и доминиканской армии. Раз и два. И один индонезийский камуфляж. Если верить инструкции, то нам понадобится от 7 до 16 различных красок, в зависимости от камуфляжа. Кстати, замечу, что два цвета для французского камуфляжа, в частности, вот этот и вот этот, необходимо смешивать. А у химики это для вас. Далее. Декали. Декали упакованы в отдельный пакетик, который я сейчас не буду вскрывать. Больше тут, пожалуй, сказать нечего. 12 вполне годных, хороших переводных картинок. Качество печати нареканий не вызывает. Фототравление же, напротив, вызывает лишь положительные чувства. Очень тонкое, ажурное, что ли. Я не знаю других слов, которых здесь можно подобрать. Ну, ажурное-то, по-моему, лучше всего подойдёт. Оно очень радует глаз. А общая толщина, хотя здесь более уместно сказать, тонкость листа, она, несомненно, украсит модель так, как нужно. Всего в наборе 26 позиций из металла. И каждая из этих позиций стоит своих денег. Плюсик в карму, однозначно. Итак, теперь перейдём непосредственно к пластику. Все летники упакованы в 11 пакетов. В каждом пакетике только одинаковые отливки. Бочти в каждом. И в первом же пакете нас ожидают три большие детали. А именно, это нижняя часть корпуса, башня, верхняя её часть, и имитация брезента. Что особенно приятно, имитация сделана из резины. И благодаря этому, очень точно имитирует реальную поверхность. Второй пакет содержит крупные детали корпуса. Верхний бронелист, надгусеничные полки и основание башни. А также пару мелких деталей. Например, шанцевый инструмент. Не могу не обратить внимание, что башня сделана очень приятно и подробно. Она сделана аж из четырёх различных деталей. Если считать самую первую. В конечном итоге, это даёт нам возможность придать ей любое удобное положение. В следующем пакете нас ожидают пять одинаковых литников, содержащих опорные катки и детали подвески. Что интересно, катки собираются из двух частей собственного диска и обода. Причём, на мой взгляд, копийность в этом случае будет не совсем полная. Впрочем, столь малым расхождением можно пренебречь. Далее в программе у нас литники с ведущими колёсами, также состоящими из двух частей, а также люков и навесного оборудования. Облоя, кстати, на деталях нет. Вообще нет. Что не может не радовать. Пятый пакет несёт в себе литник всё с тем же навесным оборудованием. Вообще, надо сказать, что такой подход неоднократно вызывал споры среди моделистов, но лично мне он нравится. Ведь так гораздо легче найти нужные детали, когда они сконцентрированы всего на одном-двух небольших пластинках. Ещё два литника содержат в себе опциональное оборудование. Детали для изготовления противотанковых ракет. Кстати говоря, производитель позаботился о том, чтобы танк хорошо смотрелся и с ракетами, и без них. Для каждого варианта необходимо особым образом подготовить башню, просверлив отверстия в подготовленных местах. В отдельном пакетике находятся 10 пластинок для изготовления гусениц. Стоит заметить, что согласно инструкции детали склеиваются, хотя на торцах, это будет заметно на крупных планах, имеется разметка для свёрел. Таким образом, сделать подвижную ходовую вполне возможно. В восьмом пакете мы видим ленивцы и детали трансмиссии. Здесь, пожалуй, добавить нечего, кроме отличного качества отливки. Расшивка выполнена также достаточно точно и весьма радует глаз. Девятый пакет содержит ствол орудия и борта корпуса. Отмечу, что в этой части, как и всегда, нужно сильно поработать шпаклёвкой, чтобы сделать незаметным стыковочный шов. Минуса добавляет и тот факт, что шов вертикальный и таким образом будет наиболее заметен. Ну и, на мой взгляд, стоит пройтись с напильником по внутренней части дульного тормоза. Здесь видны следы оттолкателей. В предпоследнем пакете находятся детали для имитации выхлопной системы, люки, антенны и прочее навесное оборудование. На самом деле, такое количество мелких деталей радует, поскольку позволяет широко имитировать боевые повреждения или же делать отличие одного танка от другого. Наконец, в последнем пакете находятся стёкла. Конечно же, они выполнены из прозрачного пластика, но, тем не менее, отлично имитируют линзы триплексов, стёкла командирской башенки и фары. Весьма приятный бонус, я вам скажу. Подводя итог, надо сказать, что модель мне очень понравилась. Отличное качество отливки, тонкое фототравление и понятная инструкция прямо заставляет руку тянуться кошельком. Плохая рука. Ра, о чём это я? Конечно, есть и минусы, но к ним я отношу безальтернативность покраски и проблемы со стволом. В конце концов, идеальных моделей нет, да и в тех я бы нашёл к чему-нибудь придраться. А нашему французу я с чистым сердцем могу поставить пятиски. Ну что же, на этой ноте я хотел бы закончить сегодняшний обзор. До новых встреч и удачной сборки! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok